всем привет ребята мы на даче на участке приехали после дождей полоть картошку не закрывай еще пить буду открой я вам сейчас покажу что там творится заезжали в магазин или кстати моющие средства что постоянно забываем и тут увидели сразу взяли сочный арбуз и водички сама хочу сейчас попить она не хочет открываться пролила конечно также не пролито на улице сегодня солнечно при этом ходят тучки обещают вообще дождь поехали потому что взять нельзя дождей было много и посмотрите что у нас творится участке просто один сплошной ковер картошка цветет вот это первое самое цветов кабачки есть уже маленькие и тыковка уже цветет там уже на грязках созрела листовата созрел укроп свекла растет хорошо а морковка и петрушка фактически не взошли я взяла морковь семена еще я посажу может хотя бы мини вырастет какая сентября сентября октября буду надеяться но сначала вот пожалуйста николай ваши эти комментарии все хорошо все идем руками полим руками по-другому никак тяпкой здесь не залезешь это бесполезно только руками вот так вот кучку нормально да просто ее надо освободить от травы промежуточные итоги прошли вот столько вот там колю сейчас вручную мы рвем траву и потом коля ее проходит еще тяпкой чтобы корешки убрать какие-то и вообще подрыхлить ее подокончить вот такая гора травы у нас получилось вот с этого вот участка нехило совсем нехило улице тучки ходят ну когда тучки ходят прям очень хорошо прохладно сейчас у нас передохнули оттуда очень тяжело траву сюда таскать далеко поэтому решили пока пойти вот сюда вот то есть столько вот прошли вот теперь пройти вот этот кусок чтобы далеко не таскать все код уже устало язык высунул а хорошо хоть не сильно жарко честно говоря а так бы мы тут улыбывались умаялись бы и трава еще рвется хорошо потому что земля еще сыроватая такая влажноватая это тоже хорошо облегчает так сказать труд но труд тяжкий еще раз кучка травы туда туда сейчас пойдем или картошка выросла вот это запутал дочери маленький доберман так столько вздыхались мой от собачки не трогай и коля уверен под цвет земли у нас тут две жабы нормально под цвет земли смотрите огромные да вот одна здесь еще вторая их две тут было подружайки куда-то ускакала видимо вторая это огромная а нет конечно жаба то интересней да 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 так убирай давай траву идем темп нормальный а сейчас получается дошли до середины поля теперь вот эту вот полоску пойдем также до середины поля так вот решили и лягуха туда же пошла чтоб я опять напугалась когда полю собачку короче ходила я по дворам встречалась до 1 до не соседи достучалась они не знаю че до остальных не смогла достучаться привели ее обратно попытались напоить пить не стал пошли короче мы я в руку люди ты сходи может ты достучишься поля пошел до дороги как раз машина ехал и дошел до конца улицы там ее поставил на ножки и она как драпанула туда в конец улице вообще мы когда здесь только заехали пололи посадили это собачка прибегала и лаяла сюда на нас значит она оттуда с конца улице я короче как драпанула туда видимо почуяла свой дом и все и убежала в конец улице мы уж не стали догонять думал значит она нас нанюхала сводом девочка такая то ли пузатая то ли наевшаяся у нас все трава кос трава дерганье теперь эти лягухи так найдемте мы траву специально здесь не косим чтобы был такой как сказать естественный забор чтобы знаете много всяких и любопытных и еще так красиво выглядит красота господи он здесь вот сегодня хотя бы половину надо сделать так но поздравьте нас с первым урожаем салат и укроп вот они они малютки это наш первый урожай прикольно да укропа еще немного он такой еще молоденький молоденький но уже есть и это не может не радовать положить его на кофту багажник всякое разное возим мы пойдемте посмотрим что мы сделали мы посадили морковку заново ранее ультра скороспелую чтобы возможно она успела вырасти хоть какая-то до выкопки а когда мы эту грядку обратно перекапывали мы нашли все семена морковки и они вот в гранулах же они вот так и остались лежать в гранулах полин влаги не хватило чтобы раскрыться но вот что мы сделали за сегодня отсюда до конца поля и ну чуть меньше середины мы сделали все ручками у нас уже ручки не работают здесь мы сложили пакеты эти привезли мы воду но грядки сырые поэтому мы просто из вас кидали прикрыли и она здесь останется а ты эту лопату забрал горы 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 как травы но душа радуется да когда-то так смотришь на проделанную тобой работа и думаю что ты молодец так сейчас мы записываем кончик первую часть заканчиваем первую часть нашего ролика про посадку картошки потому что если кто не помнит мы снимаем ролик про посадку картошки и выгодно это или нет сейчас мы снимаем первую часть закончим и вторая часть там уже будет про результаты сколько чего все по деньгам и все такое а первая часть про то сколько денег тратится на то чтобы начать так сказать все это дело снимаем и отчаливаем одно из моих любимых мест здесь здесь такой спуск с горки здесь получается дома стоя и у них великолепный вид вот на это просто поле а чтобы вы понимали там еще река течет за поле отблизо отбойника не видно да ну короче людям тут с видом конечно очень странно техника руления и коли устали мы уже подъезжаем кстати и дома чё честно говоря неделю были дожди картошки не было но она была почему она малюсенькая она была на колено а я не знаю как на дрожжак вылезала потому что говорю что догонит она в лед догнала первую она не уже не еще не догнала потому что первая цветет сейчас еще неделю назад цветет ну да кстати когда цветет это значит она растет значит будет урожай значит она будет кладоносить а если не цветет это плохо значит будет плохое урожай или я не знаю ну короче должно отвезти знатоки расскажите в студию а